Детское радио представляет Хрум или сказочный детектив Через минутку перемещаемся Бутылочка воды и головной убор не помешают Головной убор в сказке жарко Во дворцах живут знатные особы Жара, дворец Что-то случилось с султаном Из сказки «Волшебная лампа Аладдина» Случилось, но не с султаном, а с царевной Будур Она пропала Детективы Здравствуй, Добрыня Привет начальнику сказочной полиции Как тут жарко-то Вот шляпы соломенные, сказочные А еще вот потуиску с холодным березовым соком Спасибо, очень кстати Ох, детективы Пропажи, исчезновения, похищения Целый ворох Сначала исчезла Будур Незадолго до свадьбы с Аладдином Дальше больше Кто-то еще исчез? Да Принцесса из сказки «Бременские музыканты» Василиса Премудрая Золушка Даже капризная принцесса Из сказки «Братьев Гримм» Король Дроздобород Все вместе? Первая Будур А после из других сказок Одна за одной У Ники есть? Что-то общее в исчезновениях? Пока не пойму Вот и Аладдин Может, он расскажет что-то заслуживающее внимания Ох, приветствую вас О, великие сказочные детективы Мое почтение достойнейшее из достойнейших детективов моего сердца Мария Петровна Мое почтение, Аладдин О, мудрейшая из мудрейших Детектив из детективов Будур Мою невесту похитили Да постигнет небесная кара того Кто осмелился это сделать Все произошло сегодня утром Я сидел в тени финиковой пальмы Наслаждался вкуснейшим пловом И сладчайшим, как небеса, щербетом Ясным голубым небом И ярким жарким солнцем Читая стихи Один не разберет, чем пахнут розы Другой из горьких трав Да будет мед Кому-то мелочь дашь, навек запомнит Кому-то жизнь отдашь, а он и не поймет Эти строки написал Амар Хайям Поэт и ученый Да, я хотел переподнести эти стихи Будур Она была бы счастлива такому подарку Несомненно А что было после плова? А, после плова? Финики, вкусные сладкие финики А потом я услышал, как часы на башнях Аграбы пробили десять Я встал и пошел в покой Будур, но там ее не было Я обошел весь дворец, ее нигде нет Слуги султана заглянули в каждый дом в Аграбе Пропала! Скажите, Аладдин, а перед тем, как Будур пропала, вы не замечали чего-то необычного в ее поведении? Необычного? Замечал И дело в том, что моя Будур начала мяукать И я почти уверен, что кто-то заколдовал ее Поговорит по-человечески А потом скажет мяу, мяу, мяу И еще и напевать я стала Напевать? Что именно? И что-то непонятное И какое-то ци-ци-ци, клю-клю-клю А я говорю, что ты поешь? А она в ответ, ей-ей-ень То ли тень, то ли лень, я не понимаю Это все? Нет, не все Будур всегда пила розовую воду и щербет А недавно начала пить странный, не, светло-зеленый напиток А вы пробовали этот напиток? Нет, она меня не угостила Просить, знаете ли, не в моем характере Магия зеленая Вернее, черная магия Думаю, Будур обоили колдовским отваром Есть еще одна улика Даже две Какие? Первая улика Шум Слуги слышали шум, похожий на взмах крыльев или шума ветра А вторая? А вторая? На дверях покоев царевны белой краской был нарисован таинственный знак Крестик Крестик? Да, обычный крестик Оооо, где мне искать мою Будур? Ради нее я готова биться с тысячами шайтанов и черных магов Я до них доберусь Я до них долечу Итак, и где мой коврик? Пропал ваш ковер-самолет Да, да Он лежал здесь, в этом сундуке Но раз его нет Я пойду искать мою невесту пешком Буду идти тысячи и тысячи миль Нет-нет, Аладдин Вам лучше остаться в своей сказке Будур разыщем мы Какое же тут в агробе пекло А мне нравятся Пальмы, павлины Добрыня? Да, Марья Петровна Расскажи, как пропали другие девушки? В этот же день На сказочных часах был начало одиннадцатого Пришли сообщения об исчезновении Принцессы из бременских музыкантов Василисы Премудрой Золушки И капризной принцессы Из сказки братьев Гримм Король Дроздоборот Да, что примечательно У каждой на двери был крестик И все пили этот неизвестный зеленый напиток Речь каждой была похожа на мяуканье А шум крыльев или ветра? Шум был И непонятные напевы тоже Очевидно, есть связь между всеми этими похищениями Или исчезновениями Или? Думаешь, похищения не было? И все исчезли по собственной воле? Исчезновения по собственной воле Эту версию нельзя исключать Дело теперь за малым Узнать, кто все это организовал А затем поймать Его, ее или их Сначала надо понять, что общего во всех этих случаях А может так? Некто похищает невест Ведь все похищенные невесты Чтобы не перепутать, ставят крестики Дает напиток Этот напиток затуманивает разум Потом некто прилетает И одну за одной невеста похищает А странные напевы? Ну, когда пьешь что-то приятное Настроение у всех Явно было хорошим Хочется петь Голова затуманена колдовским зельем Отсюда все эти Ля-ля-ля Жу-жу-жу Аладдин говорил о других звуках Цы-цы-цы Не думаю, что тут дело в словах Подумаем А может, ради выкупа Сорок разбойников Из сказки «Али-бабай» Сорок разбойников На все ради денег пойдут Но пройти незамеченными во дворец Они не могли Версия с похищенными невестами На мой взгляд Наиболее интересна Похитителей невест В сказках немало Таких, кто издают шум Похожий на ветер Или крылья Не так уж много Черномор умеет летать Опять же колдун Александр Сергеевич Пушкин В поэме Руслана Людмила Так и пишет Волшебник страшный черномор Красавец давний похититель А может не черномор А вихрь Из русской народной сказки Медное, серебряное и золотое царство Но там похищена царица Вихрь пленил царицу Иван Царевич пошел Возволять свою матушку Ему помогали царевны Подземных царств Одолел Иван огнедышащих змеев И вихря Матушку свою освободил Да царевен трех царств спас А на царевне из золотого царства Елене Прекрасной Женился Надо бы с вихрем побеседовать Если шум, что слышали слуги Действительно был шумом крыльев Из подозреваемых нельзя исключать Змея Горыныча Того, что похитил Забаву Путятишну Племянницу князя Владимира Избылины Добрыня Никитич И Змей Горыныч Возможно Для начала переместимся И поговорим со Змеем Горынычем И где это мы? На берегу Пучай-реки Горыныч тут часто бывает Решил я как-то в жаркий летний денек Искупаться во Пучай-реке И тут вдруг летит Змей Горыныч Бывало один Никитич Искупаться захаживал А ныне С довесочком По такому случаю Всех на ужин Пригласить надобно На какой ужин? Да обыкновенный Закусочка Основное блюдо Напитки Не поймавший белый лебедя Кушаешь, Змей Горыныч? Давайте поговорим о деле А после обогащения А вы у нас, Марья Петровна На десерт пойдете Запамятовал Когда в последний раз И виделись-то Где уж вам упомнить При такой однообразной жизни Украл, похитил, съел Украл, похитил, съел Головы с плеч Романтика Только это не про меня Чтобы я кого и похищал А в сказках иное говорят, Горыныч Брешет Никитич Нагло врут Не похищал А на экскурсию приглашал Токма подобрать Душевной Подобрать Пещеру звал Что в Сорочинских горах Славное местечко У меня эти экскурсии На годы вперед Расписаны От желающих Отбою нет Пришлось Специальный камень Для записей завести Кто придет Знак когтем Нацарапаю Крестик Да, ведь что, забава путячечно Наведовалась Я и нацарапал Кто еще придет Крестик Кто прилетит Еще Крестик Больше вас никто не посещал А больше и некому Вообще-то по сказке по моей И этого достаточно С такими способностями Можно неплохо заработать Если перемещаться по сказкам С рекламой пещеры Это если перемещаться Только вот я этим Не развлекаюсь Понятно Вот вы какой Страш Страшный, интересный В сказках таких, как вы, мало Может, даже вы такой один О трех головах О семи когтях Из ноздрей пламя пышет Из ушей дым валит Медные когти на лапах блестят Да-да, еще как блестят А какая у меня в пещере Обстановочка Я вам доложу Сервантик Шкафчик ручной работы Комодик А какая темненная Светлица Столик дубовый Очаг Уют Ну, просто песни Вы, наверное, хорошо поете Ну, а как же В нашей жизни Да без песни Но больше для себя Публики маловато Хотя моё пение Многим по душе Да какое там пение Гром один На вкус и цвет, Никитич У тебя своя музыка А у меня своя Чтоб в хорошем вокале Разбираться Надо столько лет Прожить, как я Умеешь ты, змей, с соловьем-то заливаться Но все это обман Не верите? А зря Полетели со мной ко мне домой Там все и покажу В другой раз А пока будь в своей пещере и никуда не выходи Вот тебе и на Ну просто сказочная несправедливость Скоро все разъяснится И вы сможете свободно лететь, куда вздумается А пока... Погоди, Гаранч А можно пока то да седу к луну сгонять Там концерт, говорят, хороший будет Вернусь по первому требованию Ну ладно, на луну-то к на луну Ну, я полетел Правда, от этих змей никогда не добиться Экивоки сплошные Экивоки Слово экивоки произошло от двух французских слов Экус равный и векс Голос вначале означало равноголосый, равнозначный Сейчас говорить экивоками, говорить намеками То есть Горыныч скрывает что-то Наводит тень на плетень Пение, напитки Крестик этот Тут еще гусь Сразу всех принцессу тащил Но забава путятишна Племянница князя Владимира Не невеста Похищение случилось задолго до свадьбы И зачем других похищать? Мотив не ясен Ясен, Марья Петровна, как белый день Ужин Как вспомню, так вздрогну Может, от общения с Черномором Останутся более приятные впечатления? Ух, холодно и темно Почти ничего не видно Потому что мы стоим у ворот замка Черномора А он весь черный Заходим Наверняка Черномор сидит в освещенной зале Мы должны ее поискать В досаде скрытый Черномор Без шапки в утреннем халате Зевал сердито на кровати Точно, в халате Кто здесь? Кто проник в мой замок без моего ведома? Разбойники? Эй, слуги! Мы не разбойники Детективы И сказочная полиция Не помню, чтобы я вас приглашал Пришлось без приглашения прийти Мы расследуем одно дело Скажите, вы знакомы с принцессой Будур? А кто это? Это дочь султана из сказки Волшебная лампа Аладдина А-а-а Что-то припоминаю Царевну Будур похитили Я колдун Поисчение невест не мой профиль Вот в таракана превратить в крысу Или в жабу Это могу Ты это, Черномор Говори до того Не заговаривайся Да не боись Эй, настроение на нуле, Никитич Вы говорите, не ваш профиль Однако Людмила у Руслана Дела давно минувших дней Предание старины глубокой Частный случай Не имеющий ничего общего с остальными С какими остальными? Не цепляйтесь к словам Будур, Василиса, Золушка Они пропали Что за вредное-то существо, Черномор? Сказки не выбирают, Никитич Как им написали, таков и есть А я ведь летать люблю Ай, сесть бы на... На ковер, например Дахыш бы на ковер И затянуть песню Ца-ца-ца-ца-ца-ца-ца-ца-ца-ца Ой, и взымать к небесам Не верю я тебе Ой, верю, не верю Сплошные крестики-нолики Выходит, не похищал Ни Будур, ни Золушку Капризной принцессы не похищал И никаких других тоже А разве капризную принцессу похитили? А вы еще не знаете? А я знаю А откуда вы узнали? Ой, ветром принесло А может, вихрем? Может, Никитич Тут в горах всегда кто-то О чем-то кому-то дует Ой, что-то зябко стало Да, не жарко у вас в замке Камин почти погас Знобит чего это? Шапчонку накину с вашего позволения Тут она где-то в сундуке была Эй У... улетел Шапка-невидимка Мы о ней забыли Ну вот Ищи теперь ветра в поле Найдем Если будет нужно Надеюсь, что вихрь Последний из подозреваемых Поможет нам понять Кто же виновник Крестики эти На ковре полетать Песенка сомнительная То Будур не знаю То знаю Ветром принесло А может они сговорились? Не думаю Но исключать сговор нельзя Значит, пора поговорить с вихрем Кто посмел побеспокоить меня? Мы разыскиваем пропавших принцесс Принцесс Ха-ха-ха Только я знаю Где в трех моих царствах В заперти сидят принцессы И никому Слышите? Никому Не позволю я их вызволить Разве только Иван-царевичу Куда ему Супротив меня Выпью сильной воды Из заветной катки Унесу его в поднебесье Да полицей Полицей Скольких же принцесс вы похитили? Сколько захочу Столько и похищаю На все Моя воля А кто у меня на пути встанет? Сотру в порошок! Вихрь это просто родной брат Черномора Борода Летает Похищает Грохоты от него Так же как от Горыныча Да-да Грохот Мария Петровна Что это вы в воздухе рисуете? Крестик? Пытаюсь понять Как змей Горыныч смог пробраться во дворец Минуя слуг И нарисовать крестик на дверях покоев принцесс? Не мог он Крестики были нарисованы с внутренней стороны дверей всех похищенных С внутренней? Да Это меняет дело Вам все ясно? Почти А мне нет Где-то тут был мой словарь А зачем вам словарь? Минутку Погодите минутку Вот Крестик Да Забавно-забавно А я вот что подумал Может похищали не невест вовсе? Так оно и есть, Добрыня Как это? Похищали принцесс С целью насолить царям Но ведь не у всех похищенных принцесс Отцы цари или султаны У Золушки отец лесничий Но вспомните сказку Даже король, который был очень стар и больше дремал, чем смотрел по сторонам И тот открыл глаза, поглядел на Золушку и сказал королеве в полголоса, что давно уже не видел такой обворожительной особи И все решили, что это какая-то принцесса Похититель решил, что отец Золушки царь Значит, Горыныч похитил Забаву Путячну, желая отомстить князю Владимиру Она же его племянница, почитая принцесса Ну и остальных Только зачем? Спросить его Мы не сможем На Луну, на какой-то концерт отправился Нет, Добрыня, он по-другому сказал Я записал А можно пока то да сёду к Луну сгонять Там концерт, говорят, хороший будет Теперь все сложилось Не на Луну, а к Луну Не планета, а имя Горыныч не похищал принцесс Потому что не мог подобраться к принцессам незамеченным Точно, он же не только крыльями шумит, когда летит Ещё небо тёмное, гром гремит И у вихря также Аладдин говорил, что это утро было тихим и ясным Значит, Черномор Нацепил шапку-невидимку Крестик поставил, похитил Будур Улетел на ковре Потом остальных прихватил Всё сходится Нет, не сходится А я понял Черномор летает бесшумно Крыльев у него нет А шум то ли ветра, то ли крыльев все слышали Именно Получается, виноват не пойми кто Получается, мы перемещаемся в Китай Лун Конечно, не на Луну, а к Луну Кто такой Лун? Дракон, Лун Ван, герои китайских сказок А что за концерт? Полагаю, в концерте всё дело В Китае сказок много Разобраться, кто похититель, будет сложно Не думаю В какой момент сказочного времени пропала царевна Будур? Часы на башнях Агробы пробили десять Десять Мы напишем единичку и нолик А китаец нарисует иероглиф Крестик Выходит, Будур и остальные рисовали на дверях время, когда им надо будет улетать Значит, похищения не было и с мяуканьем понятно Принцессы начали изучать китайский язык Начали изучать китайский язык и решили попробовать китайский чай Чай, крестик, мяуканье, а песенки эти? Помните, что ответила Будур, когда Аладин задал ей вопрос о пении? Можем послушать Я записал И что-то непонятное, и какое-то ци-ци-ци, клю-клю-клю А я говорю, что ты поешь? А она в ответ Ей-ей-ень И что это значит? Скоро вы все поймете Мы пришли Это дворец императора Чудесно, чудесно! Браво, браво, браво! Браво, 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 браво! Это Будур и другие принцессы Вот и нашлись! А кто перед ними? Ей-ень Ей-ень по-китайски соловей Ци-ци-ци-ци, клю-клюк Ци-ци-ци-ци, клю-клюк Я не вижу ваших рук Мы в сказке Ганса Христиана Андерсена «Соловей» Император из этой сказки восхищался пением лесного соловья Потом ему подарили механического соловья А настоящий соловей улетел в свой зеленый лес Спустя некоторое время император заболел Настоящий соловей прилетел и своим пением вылечил его Механический соловей решил доказать императору А заодно и всем царям, султанам и королям Что он прекрасно поет и его любит публика Он устроил концерт и собрал всех принцесс Чтобы они его послушали Ци-ци-ци-ци, клю-клюк Ну, птенчик, держись Соловей, вы меня слышите? Вы задержаны? Уважаемые зрительницы, вас ждут ваши сказки Детективы, спасибо вам До свидания До свидания, Добрыня До новых расследований Хрум Или сказочный детектив Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добрыня